Уэйн Спиттлс находится в подчинении. Всё решает его шестилетний сын Алекс. Да и младший брат Люк быстро учится. Они крутят отцом, как им вздумается. Быстрее, Алекс, пожалуйста. У детского психолога Лаверн Андробус лишь полтора месяца, чтобы научить Уэйна, как стать боссом. Надо говорить тише. Ты жалуешься на Алекс, Алекс на тебя, а я крайний. BBC представляет. Маленькие ангелы. Семья Спиттлс живёт в Морлу, в Бекингемшире. Нет, Люк, нет. Каждый день они соревнуются в силе воли. Отец-одиночка Уэйн. Он проломит мне голову. Воюет с сыновьями. Не знаю, что с тобой делать, Алекс. Шестилетний Алекс. Мы будем хорошими. Трёхлетний Люк. И многострадальный пёс Беккер. Раньше Уэйн работал водителем такси в прошлом году. Когда они с мамой мальчиков разошлись, он решил посвятить детям всё своё время. Он любит сыновей, но каждый день для него это борьба. Скоро я с ума сойду. Уже восемь вечера, но Уэйну покоя не снится. Замолчи, Алекс. Алекс хочет пойти в местный бар «Легион». Я хочу в паб. Пойдём в паб. Я сказал «нет». Кто главный? Они. Особенно Алекс. Почему ты нас не отпускаешь? Выпусти меня! Мне кажется, Алекс считает меня отцом. Но, наверное, таким он видит своё поведение. Люк, ты хочешь пойти в «Легион»? Он хочет, он кевает. Он хочет в «Легион». И я тоже. И ты, наверное, хочешь. И как ты пойдёшь, если уложишь нас? Как пойдёшь? Если бы вернуться в прошлое, я бы вёл себя с ними строже. Не поддавался бы на их уловки. Это была моя ошибка. Если мы пойдём в «Легион» и вернёмся, скажем, в девять, вы сразу ляжете? Да. Вы ляжете в своей кроватке? Да. Обещаете? Да. Точно? Да. Алекс получает то, что хочет, но не спешит выполнять свою часть договора. Пап, мы соврали. Когда мы придём, мы не ляжем в постель. Нет, ляжете. Мы будем спать с тобой. А вот и нет. Нет, мы соврали. Вы будете спать у себя. Они не спят в своей постели. И так уже много лет. Я уже забыл, когда Люк в последний раз спал в своей кроватке. Не могу вспомнить. Если такое и было, то в самом начале. И у него не было выбора. Он не мог ещё ходить. Где положишь? Там и спит. Прошло два часа, и все уснули в кровати отца. Я обещал отвезти вас в «Легион» взамен на то, что вы ляжете. А вы в моей кровати. Так что спите. Мы хотим спать с тобой. Вот так. Обнимите друг друга. Аккуратнее головы. Ложитесь. Быстро. Поймите правильно, я люблю своих мальчиков. Я рад, что они у меня есть. Я просто хочу, чтобы они лучше себя вели и нормально спали. Вы сказали, мы будем спать с тобой, папа. Вот вы в моей кровати. Спите. Надо чем-то жертвовать. Если так пойдёт дальше, я не выдержу. Сойду с ума, наверное. Запросто. Детский психолог Лаверн Антропус изучала записи жизни семьи. Она мать троих детей. Кроме того, она год работала с трудными детьми и, скорее всего, сможет помочь. Вооружившись кассетой, она спешит показать Уэйну, где он ведёт себя неправильно. Я мало в это верю. Мальчишки не слушаются. И другие тут не помогут. Нужно что-то умное. Может, сработает. Может, нет. Не знаю. Не знаю. Привет. Ходите. Давайте посмотрим пару сюжетов. Готовы? Начинаем? Хорошо. Да, да. Уэйн купил шоколад и хочет дать его мальчикам после обеда, но Алекс не хочет ждать. Я не буду обедать. Когда не получишь шоколада. Я хочу шоколад до обеда. Нет, сначала ешь. Я не дам тебе шоколад до обеда. Сначала ешь. Поешь сначала. Ладно, давай еду из Макдональдса. Нет. Нет. Положи в карман. Положи шоколадку в карман. Я могу отобрать у тебя ее так же быстро, как дал. Не хочу. Положи в карман. Пожалуйста, папа. Я тебе ее уже дал. Нет, папа. Хочешь, чтобы я забрал? Говорю в последний раз. Нет. Вы с Алексом зашли в тупик. Алекс копирует ваше поведение. Вы кричите, и он начинает кричать. Сразу и не поймешь, кто тут взрослый. Сейчас у них такой возраст, когда вы должны быть главным учителем. Надо показать, что вы можете контролировать себя. Уэйн попросил мальчиков зайти в дом. Алекс послушался, но Люк медлит. Прошло 15 минут. Все по-прежнему. Только Бейкер послушно сел. И я. Поэтому он не слушается. Прекрати. Люк. Люк, иди сюда. На минуточку. На одну минуту. Давай. Давайте подумаем, что происходит. Вы говорите мальчикам, что пора домой. Алекс идет, то есть делает то, что вы говорите. Но вы его не поощряете за это. Вы зациклены на поведении Люка, уделяете ему много внимания. А можно остановиться на поведении Алекса. И кто знает, может это повлияет на Люка. Попробуйте сделать так. Это может стать своего рода ключом. Меня похвалили за то, что я сделал. Как здорово. Ведь так велели. Я понимаю. У меня в голове и мысли не возникло о том, чтобы сказать ему что-то по поводу хорошего поведения. Я так привык, что они не слушаются меня. В процессе работы над поведением ваших детей, мы постараемся выбить у вас из головы то, что вы успели заучить. Половина восьмого. Как и многие трехлетние дети, Люк спит. Люки. Только он еще не поужинал. Может проснешься и поужинаешь. Потом пойдем погуляем с собакой. Давай, у нас сегодня особенное блюдо. Плоские макароны. Просыпайся. Через час пора гулять с собакой. Одиннадцать часов. Братья отказываются спать. Они хотят, чтобы папа был с ними. Я не обязан ложиться спать с вами. Как обычно, они падают на диван, а потом заползают к папе в кровать. Не так плохо. Ну вот. Не знаю, что тут такого. Да, дети у меня в кровать. Что делать? Люк такой уставший. Он не высыпается. Да. Малышу надо спать двенадцать часов. У вас благие намерения. Вы хотите погулять с собакой. В конце дня укладывайте их спать. Но надо все немного передвинуть. Предложите мальчикам установить распорядок дня. Думаю, это не поможет. Не представляю, как это может сработать. Вы, конечно, можете справляться и дальше так. Но с такими требовательными детьми надо быть строже. Давайте обобщим. Мы изменим ваш способ общения с мальчиками. Он должен быть намного четче. Поощряйте хорошее поведение и игнорируйте то, что вам не нравится. Но главное – это режим сна. Все в этом доме должны высыпаться как следует. Не только дети, но и вы тоже. Прежде всего, Лаверн научит Уэйна поощрять мальчиков за хорошее поведение. Вот они моют машину. У Уэйна наушник с радиоустройством. Лаверн может разговаривать с ним из дома. Уэйн должен игнорировать все выпады агрессии. Но на троих у них две губки. Я думал, тут еще голубая. Алекс недоволен. А где моя? Возьми мою. Игнорируйте выходки Алекса. Он должен знать, что за такое поведение не получит своей доли внимания. Я хочу губку. У меня нет. Пап, дай свою. Давайте, все хорошо, не поддавайтесь. Папа! Можете сказать, что если он прекратит плакать, вы дадите ему губку. Перестанешь плакать, получишь губку. Идет? Алексу тяжело сдерживаться, но он очень хочет помыть машину. Думаю, сейчас он успокоится. Теперь с этой стороны. Хорошо. Надо обратить внимание на то, что они делают. Вот они мочат губку, обливают машину водой. Похвалите их. Скажите, что они делают все хорошо. Молодцы, повыше. Отлично, обратите внимание на Люка. Что он делает у него, получается? Люк, ты молодец. Отлично, Уэйн. Вы уделяете обоим достаточно внимания. Это ему нужно. Отлично работаем, Алекс. Как думаешь, Люк, мы молодцы? Спорим, у нас будет самая чистая машина на парковке. Как думаешь, Алекс? Да. Можно мне губку? Я быстро. Мы же должны делиться. Спасибо, Люк. Молодец. Вы оба дали мне губки. Уэйн, не знаю, заметили вы или нет, но вы ведете себя спокойнее, а мальчики просто работают и ждут, когда вы похвалите их. Невероятно. Не могу поверить. Знаешь, что это? Что? Замж. Вредничать начал трехлетний Люк. Твоя очередь через минуту. Ну... Игнорируйте его. Попробуйте отвлечь Люка. Скажите, что было бы здорово отмоя на одно из колес. Люк, спорим, у тебя не получится отмыть колеса? Отлично. У вас получилось успокоить его. Вот так, Люк, молодец. Вы молодец, что заметили, что у Люка получилось. Молодец. Дай пожму руку. Ну ладно, не буду. Не волнуйтесь, что вам отказали. Ему понравилось. Может, этот грязный эротик меня поцелует? Что скажете? Невероятно. Я потрясен. Оказывается, все так просто. Я смог полностью изменить их поведение. Даже не знаю, что сказать. Удивительно. Вы молодец. Они тоже молодцы. Я почти не притронулся к машине. Они все сделали сами. Что вы делали? Замечали их хорошее поведение, а им это нравилось? Да. Это отлично. Это отлично. По-моему, это здорово. Вместо того, чтобы критиковать их, лучше говорить, что они сделали хорошего. Уэйн вне себя от радости после успешного мытья машины. Люк, папе нравится, когда ты ведешь себя хорошо. 18, 19, 20, 21. Ух ты, вот самый лучший. А мальчикам нравятся похвала и внимание. Но они снова испытывают папу на прочность. Я не пойду. Уэйн следует совету Лаверн и игнорирует их упрямство. Похоже, это работает. Я не думал, что после приезда Лаверн я буду чувствовать себя спокойно. Обычно я нарезаю круги, рву на голове волосы, слежу за ними. Но сегодня все не так, а это только один день. Может, еще не вечер. Не все так просто? Да, знаю, он только уснул. Но со сном по-прежнему проблемы. Малыш явно устал. Лаверн возвращается, чтобы помочь Уэйну установить новый режим сна. Теперь надо следовать специальной таблице, в которой указан строгий распорядок дня. Где муравей? Покажи мне муравья. Но это не все. Уэйн должен первый раз за все время уложить мальчиков в их комнате. Лаверн спряталась в соседней комнате, чтобы давать оттуда указания. Для мальчиков это большая перемена. Уэйн должен каждые две минуты стараться их приласкать. Так, еще поцелуй. Алекс улегся. Уэйн, четко скажите мальчикам, я вернусь через две минуты, и если вы будете лежать, я вас поцелую. Эти дети не выдержат больше двух минут. Они никогда не спали у себя в постели. Им будет казаться, что Уэйн их на самом деле бросил. Вернусь через две минуты. Если будете лежать, я вас обниму и поцелую. Но они и не собираются спать. Люк, выйди из комнаты, попытаемся уложить его. Время спать, а Алекс тоже вышел из комнаты. Алекс сидит в шкафу перед входом на кухню. Думаете, я шучу? Шучу, да? Пора спать. Нет. Идите. Тихо. Старайтесь говорить тише. Они не слушаются, и Лаверн решает перейти к жестким мерам. Уэйн будет держать дверь закрытой две минуты. Он откроет только, если они останутся в постели. Быстро в кровать две минуты. Если они и дальше будут вставать, он увеличит время до пяти минут, но на них это не действует. Надо идти до конца. Эти две минуты очень важны. Так они привыкнут, что вас нет рядом. Прошло чуть больше минуты. Не реагируйте. Хотя Алекс и плачет, с ним ничего не случится. Он просто злится, что не может получить то, что хочет. Папа, мне больно. Алекс отлично умеет манипулировать папой. Пап, ты слышишь, Люка? Он разбудит соседей. Нам постучат в дверь и скажут, вы слишком шумите. И ты будешь виноват. Не вини нас. Ты сам виноват. Еще пять секунд. К сожалению, совпало с его угрозой. Заходите. Так, мальчики. Папа. Пора спать. Что он сейчас сказал? Господи. Не надо реагировать на его слова. В течение трех часов братья делали все мыслимое и немыслимое. Папа. Еще пять секунд. Да, кто лежит в кровати, к тому я подойду и поцелую. Отлично. Лучше выйду. Иначе он меня доведет. Хорошо. Уэйн, вы должны контролировать ситуацию. Чем ярче вы это демонстрируете, тем лучше они будут слушаться. Я пошел. Все пропало. Все попадало на пол. Если ты не... Ничего, уберем утром. Отлично, Уэйн. Вы правильно себя ведете. Они ждут, что вы скажете, ладно, пойдемте спать ко мне. А вы сегодня этого не сделаете. Папа, можно нам спать в твоей постели? Нет, вы должны спать у себя. Да, поцелуйте и уходите. Вернусь через две минуты. Две минуты. Две минуты. Лук, ты понял? Я приду через две минуты. Теперь они знают. Вы не шутите. Раньше они в это не верили. Что скажете? По-моему, они не могут понять, что если подожду две минуты, я вернусь. Уэйн еще немного, и у нас все получится. Надеюсь, они, может, устанут. Уэйну приходилось 63 раза заходить в комнату и укладывать мальчиков, но, наконец, до них доходят. Мальчики почти уснули. А вот и Уэйн. Он уложил мальчиков, но и сам устал. Оба след. Здорово. Боже мой. Отлично. Молодец. Как вы? Он справился. Даже не знаю, что сказать. Я видел, как Алекс лежит и ждет, когда я скажу ему, давай, выходи, Алекс. Люк уже спал. Когда я отошел от люка и поднял голову, глаза Алекса были закрыты. Я такое испытал. Вы молодец. Вы должны гордиться собой. Я не пущу насмарку. Сегодняшний вечер, поддавшись им завтра или послезавтра. Сегодня мне было непросто. Нельзя разбрасываться такими усилиями ни за что. Прошло восемь часов, и мальчики крепко спят в постели отца. Они прокрались к нему в комнату посреди ночи. Люки, Алекс. Знаете, как вчера я обрадовался, когда вы уснули в своих постельках. Представляете, как я был бы рад войти к вам утром в комнату и сказать Доброе утро, мальчики. Нам снова придется работать по расписанию. Делать все то же самое. Ужин. Верно. Собака. Точно. Купание. Да. Книга. Так. Кровать. Молодец, Алекс. Но через пару дней произошел серьезный прорыв. Я уложу мальчиков спать в девять. Они уснули в своих постелях быстро. Трудно в это поверить. Правда. Я не верю. Первый раз за все время шестилетний Алекс всю ночь проспал в своей постели. Доброе утро. Я доволен. Очень. Да, очень. Лаверн предложил Уэйну первые несколько дней давать мальчикам по утрам особые угощения. На что? На этой кровати спать лучше, потому что тут большое одеяло и люк не стаскивает его с меня. Мне здесь нравится. Младшего брата Алекса приходится убеждать дольше, но с каждой недели ребята засыпают все быстрее. Может, мальчики и меньше устают, но это не мешает им буянить. Чем строже Уэйн себя ведет, тем хуже себя ведут они. Лаверн заметила, что дело тут не только в детях. Это последний раз. Это мое. Не трогай, положи на место. Она хочет поговорить с Уэйном о том, как влияет на детей телесное наказание. Когда вы бьете мальчиков, они видят, что вы вышли из себя. Понимают, что папа злится. Когда папа злится, он бьет их. Я делаю это бессознательно. Автоматически. Раз, и все. До них доходит так, когда злишься. Ударь, и все. Для них это способ справиться с отчаянием. Если вы покажете мальчикам, что можете остановиться, они тоже перестанут так себя вести. Лаверн попросил Уэйна ввести запрет на удары. Им придется согласиться. Алекс, Люк и папа не должны драться. Дошлепать друг друга. Люк меня столкнул. Но вскоре Люк нарушает договор, ударив брата бильярдным кием. Лаверн хочет, чтобы Уэйн показал мальчикам, что теперь за драки их ждет наказание. Тайм-аут. Если они ведут себя агрессивно, им придется какое-то время сидеть на стуле. Будешь сидеть здесь, пока не истечет время. Три минуты для Люка по одной на год жизни, и максимум пять для Алекса. Я не хочу сидеть. Отлично. Иди в спальню, Алекс. Если они слезут со стула, то пойдут сидеть в комнату, и Уэйну придется держать дверь. Раньше я бы схватил его за руку. Я был бы в ярости. Мальчики не сдаются и испытывают Уэйна по полной. Стой! Стой! Эйя! Не двигай! Я не хочу! Кэт? Уэйн уже готов сойти с ума. Ты жалуешься на Алекса, Алекс на тебя. Почему? Все, о чем говорила Лаверна, летит псу под мост. Ну, что мне делать с тобой, Алекс? Лаверн спешит на помощь, чтобы показать Уэйну, как оставаться твердым, и в то же время сохранять спокойствие. Я хочу поговорить о вас, о том, как у вас получается регулировать свое поведение, умерять свой пыл. Надо говорить тише. Лучше отстранитесь от того, что происходит, и сосчитайте до десяти. Да. Что скажете? Думаю, вы правы. Представим, что вы сказали убрать игрушки после игры. Мальчики, пора убирать игрушки. Нет, не будем. Если не уберете, мы не будем больше в них играть. Убери сам. Сегодня мы не будем в них играть. Пора убираться. Встаньте, подумайте. Вам нужно время, чтобы решить, что делать. Решение не придет само, иначе вы так и будете думать. У меня не получится, я не смогу. Папа, что ты делаешь? Я сказал, пора убирать игрушки. Уберите их сейчас, иначе... Вот тут я не знаю, что говорить. Вот для этого и надо уйти. Когда вернетесь, вы уже будете знать, что делать. Вы уже не скажете, я не знаю, что делать. Попробуйте еще раз, у вас получится. Но мы же играем, просто играем, попробуйте. Мальчики, если не уберете игрушки, то вечером не будете в них играть. Я их забираю. Нет, больше играть с ними вы не будете. Уже лучше. У Энни надо потренироваться в стрессовой ситуации, например, на барахолке. Ему надо смотреть за палаткой, приглядывать за мальчиками и оставаться спокойным. Каждый раз, когда кто-то проходит мимо, надо говорить, простите, может подойдете, посмотрите, что у нас есть. Так мы привлечем внимание. Чем больше мы заработаем, тем больше вы получите. Сегодня он говорит с ними по-другому. Алекс, твои 10%. Что я должен говорить? Ты говоришь, подойдите, посмотрите. Простите, подойдите, посмотрите, что у нас есть. Сколько, говоришь, это стоит? Два. Два фунта? Два. Ладно, давай. У них тут распродажа. Алекс отлично привлекает клиентов. Так весело. Алекса можно поздравить. Молодец, Алекс, отлично. Где деньги, папа нашел? Вот, открывай, осторожней. Уэйн, вы смотрите за Люком? Там едет грузовик, иди сюда. Ко мне. Но мальчики все время отвлекаются, и Уэйну нелегко сохранять самообладание. Мы же не станем пинать ее, не станем, нет. Люк! Ты меня не поймаешь! Люк, сюда, быстрее, там много машин. Попросите еще раз, а потом забирайте его. Если не вернешься ко мне, я сам отнесу тебя обратно. Нет, несите его. Иди сюда. Там много машин. Уэйну не помешает прогуляться, он очень напряжен. Не спешите, возвращайтесь медленно, и не принимайте их поведение так близко к сердцу. Надо теперь все убрать. Не вмешивайтесь, просто игнорируйте. Я отскизал. Лучше отойдите. Это перебор. Знаю, но они не должны этого видеть. Отлично. Мне надо остыть. С Люком все хорошо. Чем спокойнее вы, тем спокойнее они. Вы молодец. Уэйн отошел на некоторое время. У него получилось не показывать детям свое отчаяние. Положи книги в коробку. Спасибо. Книги сюда, Люк. Мальчики помогли упаковать товар, и все успокоились. Момент истины? Привет! Привет. Как вы? Хорошо. Я видела, вы сдержали себя. Почти не повысили голос. Старался говорить спокойно. Вы молодец. Да и мальчики в результате вели себя спокойно. Когда стало невыносимо, вы просто отошли. Мне помогло. Я помнил об этом. Иногда надо отстраняться от ситуации. Я подумал о том, что вы говорили. Была пара моментов, когда я сжимал кулаки. Кровь приливала к вискам. Я чувствовал, надо отойти. И я отошел. И все получилось. Помните о том, что с каждым днем будет все легче. Они станут спокойнее. Ими будет легче управлять. А вы сможете контролировать ситуацию и пожинать влады своего поведения. Они определенно стали лучше. И это все благодаря вам. Двух вариантов быть не может. Я заметил перемену. Это лучший день. Вы и мальчики вместе. Уэйну пришлось тяжело. На полтора месяца его общение с Лаверн сделали свое дело. Не обратись я в маленькие ангела, я бы сейчас тут не сидел. А ругался бы в спальне с мальчишками. Из отца подкаблучника я превратился в отца, который контролирует ситуацию. Теперь я ценю их больше. Сейчас это больше на отношения отца и Савовей похоже. Алекс по-прежнему пытается меня достать, но я просто ухожу. Алекс, ты все сделал наоборот. Пару месяцев назад я представлял Люка Филом Митчеллом, головорезом из Марлоу. Конечно, они и сейчас дерутся, но не так, как раньше. Мне еще много чего предстоит освоить. Я могу стать лучше. Но всему свое время. Жизнь наладится, и мы будем счастливы. Вы же теперь будете хорошими мальчиками. Да, мы будем хорошими мальчиками. Скажите спасибо за все. Спасибо за все. Пока. Пока. Фильм озвучен компанией Art Media Group по заказу телеканала Мать и Дитя.